Я рад вас всех приветствовать на нашем канале и сегодня у нас на обзоре мотоцикл, который заслуживает моего и вашего внимания. Я наконец-то нашел мотоцикл, который будет подходить именно мне. Это Pitbike Jet 1214. Встречаем! Да ладно, кто не понял, это была шутка. Сегодня мы вам расскажем про три модели мотоцикла Pitbike X-Motos. Самый маленький, начального уровня. 125 и 140. Расскажем, чем они друг от друга отличаются, что в них есть, покажем, как мы на них смотримся. Погнали! Ну и начнем, наверное, с самого младшего представителя семейства X-Motos. Это Pitbike Jet. Что же такое Pitbike Jet? Это двигатель. 125 кубических сантиметров. Это спецованные обода. Размер переднего колеса 14, задний 12. Баночка прямоточной выхлопной системы. Классная рама. Хороший размер. Размер, думаю, подойдет как вашему ребенку, так и, в принципе, если вы захотите покататься на нем сами, вы легко сможете сделать это. Посмотрите, какие хода передней и задней подвески. То есть, в принципе, ходов более чем достаточно. Даже с моей массой 90 кг на данном мотоцикле, я думаю, что будешь чувствовать себя вполне уверенно. Понятно, что никто на нем не ездит сидя, все на нем ездят стоя, потому что все-таки это Pitbike. Посмотрите, какие классные яркие грипсы оранжевые. Есть короткоходная ручка газа, тормоз, сцепление, кнопка электростартера, кикстартер, как всегда, кнопка старт-стоп-двигатель. Дисковые тормоза в круг. В принципе, вся техника X-Motos оснащается полностью дисковыми тормозами в круг, что передняя, что задняя. Перевернутая вилка с регулировкой. На данной модели с самого начального уровня не будет щитка приборов и фары передней, то есть надо ездить в дневное время. И, соответственно, также нету заднего стоп-сигнала, то есть такой начального уровня Pitbike. Давайте, наверное, развучим его цену. Цена на сегодняшний день в районе 87 тысяч рублей, но данный Pitbike заслуживает вашего внимания. После него переходим к следующему нашему гостю сегодняшнему. Следующий представитель семейства X-Motos это Pitbike 125 кубических сантиметров. У него уже совершенно другого размера колеса. Передняя 17-я, задняя 14-я. То есть это классическая Pitbike-овская схема. Ты так мат решил запикивать, да? Стандартная Pitbike-овская схема. Передние и задние дисковые гидравлические тормоза. Тормоза довольно хорошие. В принципе, их более чем хватает для данного Pitbike. У нас здесь стоит надежный проверенный двигатель 125, воздушное охлаждение. Точно так же баночка прямоточной системы выхлопной. Звук довольно громкий, хорошо слышен. Я думаю, что все будут знать, что едете вы. Рама у данного Pitbike покрашена в черный цвет. Сам он имеет белый пластик вот с такими, декорированными такими наклейками. Везде написано X-Motos. У данного Pitbike уже появляется, соответственно, щиток приборов. Чуть позже мы его покажем. Здесь стоят красные грипсы. Кнопка старт-стоп двигатель. Управление светотехникой. И бензобак. Объем топливного бака в районе 9 литров. Но этого более чем достаточно для большинства покатушек. Пластик на всех моделях очень мягкий. Очень крепкий. То есть, в принципе, не боитесь его сломать, даже если падение какое-то будет. Также стоит перевернутая вилка, перевертыш. Есть вот такие защитные накладки, которые защищают вашу телескопическую вилочку от попадания прямого контакта грязи, веток и всего остального. И у данного модели уже есть тоже так же задняя светотехника и подсветка номера, которого, в принципе, здесь нет, потому что техника идет без ПТСная. Ну и перейдем, наверное, к следующей модели. Это X-Motos 140. Ну и вот в кадре появляется у нас самый мощный на сегодняшний день из Pitbike X-Motos. Это Pitbike 140. У него стоят переднее колесо стоит 19-е, заднее 16-е. Также он оснащен передней, задней светотехникой, щитком приборов, кикстартером, электростартером. Такая же банка выхлопной трубы. Мощный, стильный, красивый, современный. Также стоят в круг дисковые тормоза, перевернутая вилочка. И единственное отличие, наверное, будет, кроме размера данного питбайка от предыдущих, это наличие радиатора масляного охлаждения. То есть данный двигатель, несмотря на свое воздушное охлаждение, имеет еще радиатор для масла. Что это нам дает? Это нам дает более стабильную и длительную работу двигателя. Увеличивает ресурс масла, которое в него залито. Соответственно, масло будет меньше перегреваться. И дает какую-то уверенность, что данный мотор прослужит гораздо дольше, чем во всех остальных. Давайте, наверное, пробежимся по ценам. Это у нас из линейки X-Motos самая дорогая модель. Цена на сегодняшний день в районе 125 тысяч рублей. Питбайк Jet, который самый маленький, он был у нас 87. И питбайк X-Motos 125 у нас получается 107 тысяч рублей. То есть примерно между ними разница в 20 тысяч рублей. То есть 87, 107, 123. Ну, чуть поменьше. Ну и давайте, наверное, покажем основные моменты, из чего все-таки делаются данные питбайки. Будем, наверное, рассматривать на примере самого крупного, самого прогрессивного питбайка X-Motos 140. Что мы здесь с вами видим? Давайте попросим оператора подойти поближе. Здесь мы с вами видим перевернутую телескопическую вилочку. Защиту. Вот такие вот щиточки защитные. Спецованные обода. Есть буксатор, что тоже очень интересная штука, которая помогает вам, соответственно, ездить на, во-первых, на низком давлении, во-вторых, вы не боитесь, что колесо прокрутится, разбортуется, что-то еще с ним произойдет. Мощные двухпоршневые передние суппорта, дисковые тормоза. Классный пластик у данной техники. Сможем показать. Вот, смотрите, очень пластик эластичный. Не боитесь его сломать и, в принципе, испортить. Также старшие модели 125 и 140 комплектуются без фар. То есть бывает комплектация без фара, они более дешевые. Сейчас их, в данный момент, нет. В целом они бывают. И также есть усеченная панель приборов. Двигаемся дальше. Что мы здесь видим? Здесь мы видим двигатель. Надежный, проверенный, с воздушным охлаждением. 140 кубических сантиметров. Здесь стоит карбюратор ПЗ-27. Рама крепкая, металлическая. Сварена довольно неплохо. Покрашено, все сделано на заводе. Также здесь у нас видим такую вот защиту двигателя снизу, чтобы, соответственно, вы его не проломили. Все наши, вся наша техника, большинство нашей техники всегда оснащаются электростартером и кикстартером. Кикстартер удобно заводить на холодную, когда мотоцикл долго стоял. Электростартер нужен тогда, когда вы ехали в какую-нибудь горку, не смогли ее покорить, заглохли. С кикстартера вы мотоцикл не заведете. Поэтому пользуйтесь электростартером, запускаете его и спокойно заезжаете дальше. Также на этом двигателе мы видим, что есть маслозаливная горловина. Она же является маслощупом, то есть можно легко выкрутить, проверить уровень масла, посмотреть, есть ли оно там. Масло-то есть. Также на данном движке указан заправочный объем, сколько заливается сюда масло. В данный двигатель заливается 800 миллилитров. Здесь мы с вами видим лапки, подножка водителя складная, лапка заднего дискового тормоза. Движемся дальше. Здесь стоит 16-е колесо. Размер резины 90 на 100 на 16. Резина у нас стоит YangSing. Довольно известный бренд китайской резины, который ставится на большинство конвейерной техники, которые идет из Китая. Резина сама по себе довольно мягонькая, хорошая. Держак у нее, в принципе, хороший. Тормоза здесь стоят тоже дисковые, гидравлические, однопоршневой суппорт. Натяжка цепи делается по классической схеме, как, в принципе, на большинстве техники. Стоит задний моноамортизатор-перевертыш. Также можно отрегулировать жесткость пружины. Здесь вот такой пластиковый отбойничек, соответственно, чтобы грязь меньше летела на амортизатор. Ну и венчается вот такая прямоточная выхлопная баночка выхлопной трубы. Тут вот здесь сеточка специальная. Сзади у нас есть топ-сигнал, подсветка номера, который, в принципе, просто табличка, скорее всего, какая-то будет. Также есть здесь поворотнички. Что еще мы здесь видим? Фильтр нулевого сопротивления. Нулевичок так называемый. Лапка переключения передач тоже складная, чтобы, соответственно, не сломать ее. Боковая подножка. Золотая цепочка. Цепочка здесь стоит 428-я. 420-я, извиняюсь. Сразу не разглядел. Ну и, наверное, пиком по производительности, по отличию будет то, что здесь стоит, как я уже и говорил, масляный радиатор. Давайте, наверное, посмотрим, как я со своим ростом метр семьдесят пять и весом в девяносто килограмм смотрюсь на данном питбайке. В принципе, довольно удобно для моего роста. По большому счету, даже есть еще запас по росту. Даже людям, наверное, с роста метра восемьдесят вполне будет нормально для данного размера питбайка. То есть, видите, что пяточками я дотягиваюсь, но не совсем уверенно. Но, опять же, следует сказать, что на питбайках у нас узкое седло идет. Это седло, скорее всего, номинальное. То есть, большинство времени вы будете все равно ездить на нем стоя. В такой вот позе, да, получается. Так, хода передней подвески и задней подвески более чем достаточны. Но, опять же, я повторюсь, что большинство препятствий проходятся на ногах. И, в принципе, ходовки этой хватает. Мы запустили двигатель, чтобы показать вам работу панели приборов. То есть, на панели приборов у нас есть тахометр, спидометр, суточный пробег, указать включенные передачи, то есть нейтраль, либо, соответственно, первая, вторая, третья. Индикация поворотичков. Ну и также, соответственно, есть включение дальнего света, чтобы было видно. Также у данного питбайка есть гудок. Такого там звука издает. И еще, смотрите, ручки не ломайки, то есть при падении они должны, по идее, жить. Но чаще всего бывает так, что их ломают. Ну и, кстати, можете послушать звук двигателя сразу, пока данный питбайк заведен. Понятно, что звук ваших динамиков не передает ту полноту и глубину звука, который издает данная выхлопная труба. Но, поверьте, звук зачетный. Хотя можно, наверное, на нем прокатиться и показать вам, как он будет в движении. Слышит? Слышим. Ну, то есть, как я и говорил, большинство препятствий проходят вот в такой вот позе. То есть, вы работаете ногами и проходите большинство препятствий. Теперь мы, получается, заведем, запустим питбайк X-Moto 125. Здесь уже объем 125 кубических сантиметров. Переднее колесо 17-е, заднее 14-е. Попробуем нашего малыша джет. К сожалению, он не маловат. Попробуем. Ну и давайте после небольших покатушек подытожим. То есть, следует понимать, что данный питбайк начального уровня джет 12-14 ценой 87 тысяч рублей подойдет для подростков до 10 лет. Может быть, до 11. Ну, тут все зависит от роста и комплекции вашего ребенка. Будет это мальчик, либо девочка. Я думаю, что для веса до 65-70 килограмм в принципе без проблем. До роста до метра 60 тоже, в принципе, без проблем можно на нем ездить. Как начальный уровень. Двигатель рвет. Запаса по мощности более чем достаточно. Ходов подвески, в принципе, на нем тоже хватает. Даже с моим весом 90 килограмм. Он меня, в принципе, легко везет. Рама крепкая. Я думаю, что если без фанатизма летать на нем, вполне классный рабочий снаряд. X-Motos 125. Соответственно, это уже, наверное, от 10 и до 16 лет. А может, даже и старше. То есть, все зависит от того, какая ваша комплекция, что вы хотите получить от питбайка. Здесь уже, соответственно, есть ловушка цепи, есть вот такая защита, есть ролик. Данный питбайк сбалансирован хорошо. На нем ездят, в принципе, как взрослые, так и дети. Его вполне достаточно для большинства задач. Ну и, соответственно, цена у него в районе 107 тысяч рублей. Ну и вершина сегодняшнего обзора это X-Motos 140. Здесь стоят 16 и 19 колесо, 140 двигатель с масляным охлаждением. Полноценный взрослый питбайк. То есть, тот, кто хочет чуть большую динамику, чуть лучшая управляемость, чуть большие колеса. Ваш выбор X-Motos 140. Цена на него на сегодняшний день 127 тысяч рублей. И, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать сегодняшний обзор на питбайке X-Motos. Всем пока. До новых встреч. Короче, ладно, ты пока иди ролик монтируй. Я, наверное, еще на 125-ке катну там, где-нибудь по полям. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok